Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемое руководство! Сегодня моя тема... Сейчас узнаете, какая это тема. Удивительная тема. Я хочу рассказать вам о величайшем открытии XX века. Величайшем. Это открытие молекулы оксида азота. В 1992 году эта молекула была даже названа молекулой года. А в 1998 году трое ученых, Ингаро, Мюрат и Фарчгот, получили Нобелевскую премию за воздействие оксида азота на организм человека. Почему же такое внимание к обычной молекуле? По одной простой причине. Дело в том, что оксид азота уникальным образом влияет на организм человека. Способствует расширению сосудов. Увеличению содержания кислорода в крови. Снимает спазм сосудов. Снижает пагубное воздействие стрессовых гормонов. Это очень важно. Препятствует отложению извести в артериях. А значит, образованию тромбов. Понижает кровяное давление. Помогает белым кровяным тельцам в борьбе с бактериями, вирусами и раковыми клетками. По некоторым данным участвует в процессах запоминания и обучения. И вырабатывается он в организме под действием определенных ферментов. Так называемых синтазов оксида азота. Дело в том, что на самом деле в медицине очень широко используется оксид азота. Это и нитроглицерин, вам всем известный при лечении стенокардии. Это лечение новорожденных дефектами в сердце. Это использование в аппаратах искусственной вентиляции легких. Это виагра. Кстати, виагра создавалась как сердечно-сосудистый препарат. Но все мы прекрасно знаем, что оксид азота действительно... Вы видели целый список эффектов, которые происходят в организме под действием оксида азота. И наш организм в состоянии вырабатывать оксид азота сам, как оказалось. Многие клетки занимаются вырабатыванием оксида азота. И я могу сказать, что здесь уже мы обратили внимание на работы Киры Александровны Самойловой. Уникальный ученый, профессор, доктор наук. Более 25 лет она возглавляла лабораторию фотобиологии в Российской академии наук. Так вот, Кира Александрова Самойлова доказала, что оказывается мы можем обойтись без лекарств. Нам просто нужно немножко помочь своему организму. Уже установлено, что образование в системной циркуляции оксида азота составляет важнейших механизм таких эффектов видимого инфракрасного света, как расширение кровеносных сосудов и дезагрегация тромбоцитов. А видимый и инфракрасный свет – это характеристики какого прибора? Биоптрон! В первую очередь, это биоптрон. Итак, свет прибора биоптрон активирует светочувствительный ферментный комплекс синтазу оксида азота или НО-синтазу. Это удивительное совершеннодействие. То есть, именно уникальное сочетание характеристик света, которые излучает биоптрон, позволяет ему взаимодействовать с естественными биологическими механизмами, которые приспособлены эволюционно вот к таким изменениям по действиям солнечного света, к выработке оксида азота. При этом данное воздействие, в отличие от медикаментозных препаратов, безопасно и позволяет уже получить эффект после однократной процедуры. Это удивительное совершеннодействие. Я хочу сказать, что огромное количество исследований было приведено группой ученых под руководством Киры Александровны Самойловой. И здесь вы видите уникальное совершеннодействие светотерапии биоптрон на восстановление микроциркуляции крови. При этом было доказано одновременно и системное действие, потому что светили на одну руку, а эффект получили на обеих руках. Удивительное совершеннодействие. Таким образом, биоптрон, активируя вот этот светочувствительный сферментный комплекс, это нобелевские лауреаты, я напоминаю, 1998 года, активирует эносинтазу, эносинтаза увеличивает расширение сосудов, и мы получаем улучшение микроциркуляции. Микроциркуляция нам нужна как хлеб, потому что кардиологи говорят, что 99% наших с вами заболеваний, вызваны нарушениями микроциркуляции. А биоптрон эту микроциркуляцию восстанавливает на 100%. Удивительное совершеннодействие. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эту картину крови. Верхние три снимка – это кровь практически всего взрослого населения. Эритроциты склеены в монетные столбики. Они не выполняют свои функции. Это слаж-эффект так называемый. Более того, это, к сожалению, способствует тромбообразованию. И посмотрите, что происходит через 20 минут после однократного сеанса светотерапии. Все монетные столбики рассыпались. Эритроцит несет на себе кислород, предотвращая ишемию. Эритроцит несет на себе питательные вещества и, соответственно, препятствует тромбообразованию. Это не лучшая профилактика инфарктов и инсультов. Уникальное совершеннодействие светотерапии биоптрон. Более того, в 2020 году нобелевский лауреат Игнаро доказал, что эноксинтаза препятствует еще и размножению вирусных белков, таких как вирус COVID-COVID-COVID-2. Более того, благотворно влияет на организм в целом, расширяя просвет бронхов, улучшая циркуляцию, подходит даже для тяжелых пациентов на искусство вентиляции легких. И вы знаете, что в России биоптрон был включен в методические рекомендации по лечению и реабилитации COVID-ассоциированной инфекции. Таким образом, всего лишь 4-10 минут всего лишь на локтевые изгибы обеспечат нам с вами достаточную выработку синтеза оксида азота. А это улучшение циркуляции во всем организме, укрепление иммунитета, улучшение переноса кислорода к тканям, значит, не будет ишемии, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение состояния у больных гипертонии, хроническими заболеваниями сердца, легких, препятствует тромбозу сосудов, уменьшение негативных последствий стресса, профилактика последствий коронавируса, других заболеваний, которые влияют на сосудистый цикл, повышение уровня жизни и энергии, улучшение самочувствия, нормализация обменных процессов, подавление и размножение вируса началась осень, и, к сожалению, появился новый штамм вируса, не менее опасный, чем омикрон. Но самое главное – светотерапия биоптрон – это ваша инвестиция в более долгую и более здоровую жизнь, в сочетании с любыми другими методами лечения, в любом возрасте, дома, в стационаре, в санатории, без побочных эффектов. Это и правда заслуживает ваших аплодисментов, мои дорогие. Бесосветотерапия биоптрон. Я хочу привести вам слова Киры Александровны Самойловой, которая огромное количество времени занималась доказательством уникального действия биоптрона на организм. В течение 18 лет интенсивных исследований влияния света биоптрона на человека мы смогли выявить механизмы основных симсивных эффектов, в числе которых противовоспалительный, иммуномодулирующий, заживление ран, противоопухолевый, нормализация обменных процессов. Следует отметить, что облучение малой площади поверхности тела приводит к изменению всего объема циркулирующей крови, и это, несомненно, связано с уникальными физическими особенностями света биоптрон. Таким образом, у меня к вам большая просьба. Светотерапия биоптрон, как господин Соколик. Ежедневно и будьте здоровы! Пусть у вас все будет хорошо. Используйте светотерапию биоптрон и будьте здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...